Привет, это Ребуарн. Сегодня мы с вами посмотрим ролик, новый ролик, новый ролик маразма, называется Хамстер Комбат. Развод для школьников. Почему вообще я решил его посмотреть? Потому что я сам играю в эту херню. Да, я подсел на хомяка. Звучит очень странно, но окей. Не знаю, развод это не развод. С меня деньги, по крайней мере, сейчас никакие не требуют, поэтому я, ну типа, захожу туда периодически, собираю эти гробиные монетки, делаю вот эти вот комбы всякие и всё. Типа, разведут? Ну и насрать. Не разведут? Ну и прикольно. И всё. И чё? Я поэтому не знаю, типа, развод это не развод, как бы, это нужно ждать и смотреть, что будет дальше, потому что рано, как мне кажется, пока говорить вообще об этом. Но ролик давайте посмотрим, надеюсь, будет что-то интересненькое. Поехали. В этом видео хочу поговорить об игре Хамстер Комбат. Я не знаю, может быть, где-то рефералочку добавить в описание. Кринж. Но я так и сделаю. Давай посмотрим. Вот у нас уже лето. Кому-то повезло. Вот у нас уже лето. Твой автонитвайсносируется уже практичными акциями на сайте. Итак, на протяжении уже практически двух недель не проходит ни единого. Да, по-моему, больше, чем двух недель. Я сколько играю? Ну, примерно две недели. Нет, подождите. 20 дней, по-моему, ровно. Там просто есть этот календарь, где, типа, каждый день дают по монеткам. Вот, я второй раз собрал полностью, поэтому 20 дней, наверное, до прошлого. Боже мой. А так он уже, по-моему, гораздо дольше существует. Я, чтобы я не слышал про какой-то непонятный кликер в Телеграме под названием Хамстер Комбат. Куча комментариев под... Но опять же, это кликер можно назвать с натяжкой, потому что кликать там не обязательно. Там совсем другой функционал, так сказать. Моими роликами на Ютубе. Кучу просьб разобраться, что это вообще такое в моей предложке в Телеге. Что еще, Рафляна, большинство школьников, кто пишет мне в предложку с формулировками, сними видео про Хамстер Комбат. Хамстер Комбат какой-то очередной из камина для малолеток. При этом оставляет свою реферальную ссылку. Хотя непонятно, кто... Но я вот, типа, поэтому не говорю, типа, скам это не скам. Я без понятия. Я надеюсь, что нет, но если даже и да, мне пофигу, я деньги туда не вливал. А время, ну, как бы, 20 минут в день, может, на него максимум трачу, если в сумме, в совокупности. Поэтому это, как бы, не особо большой этот промежуток. Лежишь такой, делать нечего, зашел, там, сделал, что тебе надо, и все. То в предложке, кроме меня, может по этой ссылке вообще перейти. А я-то уж этого делать не буду и подавно. Вы не представляете, каких трудов мне стоило написать сценарий для этого ролика. Потому что на момент создания я вообще не разбирался в том, как работает крипта. Ну, точнее, я сам е... Ну, я-я-я тоже не особо разбираюсь, да. И, конечно, пользуюсь. Несколько... На хрена тебе оно нужно? Работает рынок крипты, я не шарил. Да и до конца не шарю до сих пор. Я тоже не шарил. Не шарил до конца, потому что информацию я буду рассказывать постепенно. Давай. Для начала... Было бы странно, если бы всех так вывалил за одну секунду, а потом уже были его мнения. Мы разберемся с дефинициями, которые в дальнейшем нам пригодятся. Официально... С кем? Чё такое дефиниция? Официально от Телеграма существует блокчейн. Обращу внимание, не монета, а блокчейн. Под названием Тон, который пулируется самим Павлом Дуровым. Блокчейн — это именно реестр для хранения и передачи цифровых активов. А уже внутри блокчейна Тон находится официальная монета Телеграма, которую вы можете купить или продать под названием Тонкоин. Вот, его у меня целых семь штук. Думал покупать больше, но не получилось, потому что изначально там можно было бы было купить на пять тысяч рублей за раз, не меньше. А потом раз там, блядь, до тридцати. И я такой, да ну его нахер, мне 30 тысяч за жалко отдавать сразу. То есть Тон и Тонкоин путать не нужно, это немного разные вещи. Хотя один хер Тонкоин все называют просто Тон, но в рамках моего сегодняшнего видоса эти названия... Это называется душнота. ...они не путать. И в январе 2024 года разработчики Телеграм с гарантиями лично от Павла Дурова запустили проект Кликер под названием NotCoin. Вы, наверное, уже... Да, я слышал тоже про это, вот потом он вышел этот, на биржу, типа, я не знаю, как это называется. Листинг? Не помню, пофигу. А не, подожди. Аэродроп. Да, насрать, вообще не разбирайся в этом всем. И вот сейчас он популярненький немножечко становится. ...закипались путать эти названия, но я думаю, запомнить их будет не так-то уж и проблематично. Данный проект представлял из себя практически то же самое, что сейчас представляет Хамстер. Нет, ну вот здесь вот прям чисто Кликер, насколько я понимаю. А нет, там есть вон тоже фарм, ладно, тогда окей. То есть обычный Кликер, где ты фармишь монетки, просто нажимая на экран. Да не только из-за этого, блять, если только нажимать на экран, ты нихера ты меня фармишь. А также можешь... Там за эти монетки нужно покупать, типа, какие-то штуки, и потом у тебя капает определенное количество монеток в час. ...выполнять различного рода интерактивные задания для того, чтобы увеличить количество своих монеток. Разработчики ноткоина обещали игрокам, что в будущем, когда произойдет листинг монеты на бирже... Листинг. На всякий случай, для тех, кто не шарит, листинг это то же самое, что размещение. То есть тот момент, когда монета появляется на бирже, и ее можно продать или купить. То все игроки, которые накликали себе определенное количество ноткоинов, смогут просто взять, вывести их после листинга на биржу и продать по рыночной стоимости. Для примера, на пике стоимость 10 тысяч ноткоинов равнялась примерно 120 ба... А сейчас сколько? Примерно стоит... 0,02, что ли, если я не ошибаюсь, да? Ноткоин один. 10 тысяч, это сколько получается? Если умножить на стоят... 2, а если на еще... 100... 200. Значит, уже 200 сейчас он стоит, по идее, нет? Либо я просто его цену уже не... ...смогли вывести свои ноткоины по такой цене? А особенно, если этих ноткоинов было накликано немало. Ну там, насколько я знаю, по-другому как-то работало. Если ты, блять, мне просто друг говорил, у него эти... Он, херню, это тоже иногда так страдал. У него там было что-то по полтора миллиарда этих монеток. Но там явно выводит тебе не полтора миллиарда монеток, а, скорее всего, как-то там по-другому это делается все рассчитывается. Казались самыми настоящими счастливчиками. Лично у меня несколько знакомых вывели с этой темы 20-30 тысяч рублей. Неплохо. Ну, а им повезло, что они сделали это в пике. Большинство же рядовых пользователей получили что-то в районе 10-20 долларов. А многие... В любом случае приятно, типа, мелочи... Многие подавно накликали ноткоинов на пару баксов, которые они не смогли даже вывести, потому что эти самые пару баксов сжирала комиссия биржи. Но не стоит упускать еще один немаловажный фактор, что монеты забрали далеко не все. Чьи-то аккаунты были заблокированы за нарушение правил. То есть, когда внутренняя нейросеть палила их за накруткой с помощью автокликеров или ферм, которые создавали по несколько аккаунтов. Кого-то блокировали по ошибке во время лагов самого бота из-за перегруженности. А кто-то банально либо не смог разобраться, как эти монеты вообще конвертировать в реальные деньги, либо в силу возраста не смогли зарегистрироваться на бирже. Так как... Большинство игроков были именно школьники до 18 лет. Ну, вполне вероятно, да. А для регистрации на бирже необходима верификация по паспорту. Я нигде еще не регистрировался, поэтому без понятия. Типа, захожу, посмотрим, что будет дальше. Да, я знаю, что существуют кошельки в телеге без верификации, но это именно что кошельки, на которых можно только хранить крипту, а не торговать ей. Таким образом, из примерно 40... Не, с кошелька-то тоже можно ее продать. Ну, только через P2P, насколько я помню. ...миллионов игроков ноткоина. Что-то с этого заработать, пусть и какую-то незначительную сумму, там, 10, 20, 30 долларов, смогли только миллионов 10-15. Но заработать именно, как вам может показаться, из воздуха, то есть просто кликая по экрану. Сейчас акция с тапанием по экрану от ноткоина уже завершена. И в сети начал вируситься новый, точно такой... Да-да, на самом деле, не только этот хомяк, там еще какие-то есть. Я еще какую-то захотел попробовать по-это зайти, а мне не получилось зарегистрироваться, блядь. Что-то вписываю имейл, и мне говорят, пошел на... ...кой же проект под названием Hamster Combat. Механика игры точно такая же, как в ноткоине, только теперь... Но опять же, здесь не только клик, здесь в этой штуке надо покупать какие-то эти карточки, чтобы вот здесь вот прибыль в час вырастала. И там, типа, будут распределяться эти моменты из-за прибыли в час, насколько я понял. Либо уже пусть уже дух... Если что, я никого ни к чему не призываю, я, может быть, это скам. Будем говорить, да, это скам, да, потому что я без понятия, я как бы, это не реклама, я хрен его знаю. Я просто пока не разберусь, не могу сказать наверняка, ну, точнее, пока это все не закончится. Которые в результате кликов трансформируются в бизнесмена. Вы также можете выполнять различные задания, покупать бусты, но не за реальные деньги, а за внутриигровую валюту. Тем самым увеличивая свой доход в час. Подписываться на какие-то сторонние социальные сети, смотреть какие-то видосы. В общем, все то же самое, что и ноткоин. И вот теперь давайте разберемся в главных вещах. Первое. Почему это, скорее всего, не скам в привычном понимании? Ну, я на самом деле тоже очень сомневаюсь, что это прям скам. Потому что, ну, как минимум, вот у них ютуб-канал сейчас, там что-то уже 20 миллионов подписчиков. Блять, это слишком дохера. Мне кажется, после такого обосраться не стоит. Шагом спойлер. И нет, это не реклама, и никаких реферальных ссылок я здесь оставлять не... Ха, у меня будет, ага, в подписании, ага, по твоей, да? Ну, вы поняли. Да и сам я в комика не тапаю. Второе. Какая выгода разработчикам выплачивать деньги, как говорится, из воздуха? Вот это я тоже сам не понимаю, потому что не разбирался в этом. Разберем. Ну, там, скорее всего, есть какие-то это... Камни-то, например, ноткоина, ведь он по итогу сработал. И как именно работает вся эта система кликеров, то есть с бесплатным сыром из мышеловки? Постараюсь все это вам объяснить на пальце. Давай. Хоть кто-то мне объяснит. Правда, у маразму часто иногда бывают объяснения такие поверхностные немножко и не особо точные, но, может быть, в этот раз будет прям хорошо сделано. Смотрите, аудитория Хамстер Комбата на данный момент больше 100 миллионов игроков по... Чё-то охуеть. ...всему миру. В их соцсетях, то есть телеграм-канал... 37... Где-то я читал, кстати, то, что это самый популярный телеграм-канал сейчас. ...в ютуб-канале насчитывается больше 50 миллионов человек в общей сложности. Разумеется, такая огромная... Ну, если посчитать, тут уже вообще 60, ну кто так считает, там, ближайшие... Аудитория, которая уже перегнала аудиторию ноткоин, обусловлена тем, что, во-первых, люди, в принципе, падки на халяву, как же без этого. А во-вторых, те люди, которые ранее сомневались в успехе ноткоина, ну что это вообще за клик... Я о нём не слышал до того момента, пока вот не появился он на бирже. Какого чёрта тебе за него должны платить деньги? Сейчас жалеют об упущенной выгоде и, увидев точно такой же проект, подумали, что в этот раз-то они точно смогут успеть поднять бабки и пош... 10 долларов. ...ли целыми днями кликать в этого хомяка, выполнять задания и делиться реферальными ссылками со своими друзьями. Потому что, повторюсь, после успеха ноткоина вера людской массы в подобные проекты резко укрепилась. Поэтому хамстер смог собрать вокруг себя ещё больше игроков. Если мы перейдём на их сайт, то можем увидеть дорожную карту проекта, которая подразумевает, что проект будет и дальше развиваться и внедрять множество разных активностей. Это всё замечательно. Вопрос, состоится ли листинг хамстеркоина и какая вообще выгода бесплатно раздавать кому-то деньги просто за клики? На первый вопрос сначала отвечу вкратце. Листинг с вероятностью 99% будет. Ну, там они уже дали возможность подписать тебе... Точнее, привязать свой кошелёк какой-то к этой игрульке. Ну, любой там на выбор. Я уже это сделал. Поэтому, что-то мне кажется, что должен быть листинг. Не знаю, типа будет это прибыль или нет. Пофигу вообще. Мне как бы я не за этим гонюсь, просто прикольно попробовать. И дальше вы поймёте, почему. Биржа Гейт, например, уже открыла пресел. А вот, во-вторых, ответ на главный вопрос. Какого, собственно, ху... Ты получаешь деньги просто за клики по виртуальному комику? Насколько я понимаю, вот эти вот, которые монеты будут распределяться между людьми, это только будет часть монет, которые будут, в принципе, выпущены в торги. Типа, одна часть монет будет вот у игроков, другая часть будет свободной продажи. И именно из-за этого, скорее всего, те, кто это всё сделал, они будут получать прибыль. Ну, я, возможно, не уверен. Я вообще в этом не шарю. Ой, какая вообще нахрен с этого выгода разработчикам? Вот прямо сейчас я вам на этот вопрос и отвечу. Работает это немного не так, и деньги ты получаешь не совсем за воздух. Ведь закон природы гласит, что если кто-то и платит тебе деньги за воздух, то это означает, что этот кто-то поимеет ещё больше выгоды, чем ты. Я не зря заранее упомянул про нефтически огромную аудиторию Хамстер Комбата, которая исчисляется просто десятками миллионов. Да, сейчас эта аудитория денег разработчикам не приносит, так как внутриигровые донаты... Ну, там вообще нету никакой этой даже рекламы. ...Хамстер Комбате отключены. Да, большинство аудитории Хамстера — это либо школьники, либо скуфердя из домохозяйки. Да? Ага, согласен. ...которые либо из-за слишком юного возраста, либо из-за великовозрастной тупости не смогут свои монетки вывести. Но это уже явно не согласен. Я уж надеюсь, выведу, хотя хрен его знает, разобраться надо. И просто как бы не шарик первый раз вижу. Да и камон, чё я объясняю, большинство людей вообще не понимают в крипторынке и тапают этого хомяка просто потому, что они где-то от кого-то про него услышали. Но огромная аудитория, пусть даже и не самая качественная и не самая платёжеспособная, всегда рождает широкую обсуждаемость вокруг проекта. И эту аудиторию можно грамотно монетизировать. И нет, я... Кстати, там ещё, это сейчас продаются эти, всякие, у них, насколько я знаю, мерч. Я посмотрел, там некоторые цены, ёбаные, думаю, нахера мне футболка с хомяком или какая-нибудь кепка. Знаете, чё за бред? Сейчас даже говорю неправно. Ну, скорее всего, кто-то покупает. ...нутриигровую рекламу. Потому что даже если мы посмотрим на задания внутри приложения, на их соцсети, телеграм-канал, ютуб-канал, рекламы там не так-то уж и много. Да и зарабатывают с неё разработчики, конечно, немало, но это даже близко не те масштабы, чем то, о чём я вам расскажу далее. Предположим, произошёл листинг монеты. И большинство той аудитории, которая сможет зарегистрироваться на бирже, побежит сливать свои накликанные монеты по лоу-прайсу. На всякий случай, тех людей, которые по низкому прайсу сливают свои монеты, называют слабые руки. Ну, я, наверное, вряд ли буду сразу с это сливать, потому что нафига. Ну, типа, пусть они лежат, вдруг они миллиард будут стоить потом. Нет, конечно. Типа, вряд ли появится какая-то монета, которая будет стоить так же, как биткоин. Но я, как бы, пока, ну, не нуждаюсь, да, вот в этих копейках, которые они мне принесут в самом начале, поэтому пусть лежат, пусть чё, будешь что-то получать. Соответственно, чтобы эту монету продать, у вас должен её кто-то купить. И вы спросите, откуда у разрабов столько денег, чтобы даже у 20 из 100 миллионов пользователей, которые смогут зарегистрироваться... Ну, конечно же, блин, потому что у них есть инвесторы. ...социироваться на бирже. Которые тоже с этого получат деньги. ...покупать монеты, пусть даже по 2-3 доллара. Я очень сомневаюсь, что монета будет стоить 2-3 доллара. Скорее всего, так же, как ноткоин, примерно 0-0-0-1 будет она стоить. Короче говоря, меньше цен. Или уж того лучше по 10-20. Да никто не будет она столько, не будет она столько. Ну, там, в зависимости от того, кто сколько накликал. А ведь именно по такой цене её на старте и будут сливать большинство слабых рук. А фишка в том, что покупают эти монеты на реальной бирже за реальные деньги, по сути дела, не сами разработчики, а крупные инвесторы проекта. В надежде, что она поднимется, потом можно будет продать подарок. Сказываю, большинство игроков в Хамстер Комбат, надеюсь, с этим спорить никто не будет, это финансовые безграмотные халявщики. Да. Которые в день листинга тут же сольют свои монеты по минимальному прайсу, которые инвесторы готовы будут предложить. Ну, скорее всего, если бы я был мелким, я бы тоже, скорее всего, слил это всё сразу, потому что, ну, как бы, ни хера себе денежка хоть какая-то появилась у тебя, да, бля, поючипщики. ...ложить. И будут довольны тем, что, по сути, нихрена не делая, просто тапая на хомяка смогли заработать какие-то копейки. Ну, или не копейки, для кого как. Соответственно, крупные инвесторы скупают эти фантики по дешёвке не просто так. После скобки курс монеты по законам рынка резко повысится. И на крипторынке, в силу уже и без того огромной популярности Хамстер Комбата, начнётся ажиотаж, что появилась новая монета, которая делает иксы. Однако натапать данную монету на халяву уже не получится, потому что после листинга бот будет недоступен. Соответственно, люди, которые захотят сделать иксы, будут покупать... Они будут покупать, естественно. И она, опять же, будет немножечко расти. Ну, конечно, туда-сюда прыгать, но... Есть шанс, что что-то там, какая-то прибыль будет. К живому курсу. Кто им будет продавать эти монетки? Правильно, те самые инвесторы, которые будут крупными держателями. Таким образом, 100 миллионов хомяков сначала создают ажиотаж и обсуждаемость вокруг этого бесплатного кликера. Из них миллионов 20-30 сольют свои же монеты в первый же день инвесторам по самому дешёвому прайсу, сделав их держателями. Курс монеты вырастет. А уже потом, когда монету побежит скупать по более высокому курсу огромное количество людей со стороны, так скажем... Уже можно продавать, да. ...в надежде сделать иксы, продавать их будут именно инвесторы вместе с разработчиками. И как раз-таки сам... Ну, это прям нельзя назвать скамом, конечно, это просто... Ну, так работает рынок. Мы большие иксы сделают именно они, потому что скупили-то они эти фантики за сущие копейки. Давайте для примера посмотрим на график ноткоина. В день листинга, то есть 16 мая, курс ноткоина подскочил, ну, это очевидно, так как все... Ну, а вон, да, он типа стоил 0-0-0-6, а сейчас он стоит 0-0-2, но это... Сколько? В 5 раз почти? В 4. ...принулись свои натапленные монеты... Ну, а вот здесь вот в 4, да. ...давать, ну не у всех это получилось. Так как бот в Телеграме банально был перегружен. Далее он еще где-то недели-полторы был на самом дне, пока инвесторы выкупали монеты по лоу-прайсу. И дальше резко взлетел, когда его курс вырос. И это привлекло новых покупателей. Блять, резко взлетел, когда его курс вырос. Чё? Ну, типа... ...это же одно и то же, ну ладно. ...которые начали его монеты скупать уже у инвесторов. И уже за свои реальные деньги. Сейчас же курс поддерживается относительно стабильный. То же самое, я думаю, будет и с Хамстер Комбата. Ну, мне это что-то тоже так кажется. Но, возможно, даже, может быть, чуть-чуть побольше будет стоить. Хотя, может быть, наоборот. Просто, может быть, чуть побольше из-за того, что много людей, да, в этом всему участвуют. И как раз-таки из-за этого же, может быть, и поменьше она стоит. Я не знаю, я плохо в этом разбираюсь. То есть, вообще не проводить листинг, это для них будет выстрел себе в ногу. Потому что на кой хер просто терять 100 миллионную аудиторию, ничего с нее не поимев. Когда можно воспользоваться следующей схемой. Сначала создать бесплатный кликер с прикольным дизайном, который в будущем якобы позволит тебе... ...разбогатеть. Привлечь огромное количество финансово-безграмотной аудитории, которая из жажды халявы сольет монеты в первый же день. Привлечь инвесторов, которые будут готовы по лоу-прайсу эти монеты выкупить. И уже в дальнейшем, так как популярность твоей монеты за счет этих финансово-безграмотных людей пробустилась, делать на этом бабки, привлекая уже новых мамонтов, которые будут скупать твою монету в надежде на иксы уже за реальные деньги. А ты, как основной держатель этой монеты, только озолотишься. Именно так это и работает. То есть это никакие... Ну да, примерно. Примерно я так себе, наверное, и представлял. Это деньги из воздуха, это не бесплатные... Только не мог сформулировать у тебя это в голове. ...сыр в мышеловке. Это именно что грамотно продуманная стратегия, как сначала бустануть популярность своей монеты за счет подобного бесплатного кликера в Телеграме, который, повторюсь, привлекает финансово-безграмотных халявщиков. И затем уже на пике популярности доить реальных мамонтов, которые будут скупать твою монету по биржевому курсу в надежде делать иксы. Так что никто просто так деньги тебе не платит. Если тебе кто-то и выплачивает деньги просто так за клики в Телеграме, то это означает, что этот кто-то поимеет с этого гораздо большую выгоду. Ну, как бы это и так, мне кажется, всем понятно, пофигу. Надеюсь... Главное, что я тоже что-то поимею, да? 20 долларов, ебать, разбогатею. Теперь вы поняли, как это все работает. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В принципе, по-моему, все нормально, грамотно. Давайте нажмякайте на канал, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо большое Маразму. Интересно было посмотреть. Как я сказал, нет, то есть тоже я очень сомневаюсь, что это скам будет какой-то. Естественно, вряд ли получится заработать там какие-то большие деньги. Но да, просто чисто такая убивалка времени на самом деле, с надеждой на то, что может что-то получиться. Ну, типа не то, что с надеждой, а типа, ну, получится, ебись, не получится, ну и насрать вообще. Потому что ты в это как бы ничего не вливал, поэтому вообще пофигу и не страшно. Ссылку оставлю в описании. Давайте подписывайтесь, херней будем вместе страдать. Спасибо большое Маразму. Надеюсь, вам понравилась реакция. Если это так, то лайк, подписка, комментарий. Не забывайте прожимать бубенчики в интересующей ссылочке в описании. С вами как всегда был Реборн. Спасибо за просмотр. Пока.